Народная артистка России, почетный гражданин города Ульяновска Зоя Михайловна Самсонова готовится к юбилею. В праздничный вечер актриса выйдет на сцену в образе Екатерины Великой в премьерном спектакле «Любовь. Книга. Золотая». Зоя Михайловна призналась, что очень волнуется. Я активная по жизни и для других. А вот когда я начинаю работать, у меня больше сомнений. Вот у меня сомнение, у меня это волнение, чрезмерное волнение. До сих пор? До сих пор. До сих пор. Вот каждый раз. Вот сейчас получаешь новую роль, как будто бы у тебя не было этих 50 с лишним лет на сцене. Как будто бы ты первый раз выходишь. Волнение чудовищное. Ну, по-моему, не скажешь. Да, но это, конечно, часто я делаю вид. И, может быть, это хорошо, потому что стараешься не повторяться, стараешься найти что-то новое, и становишься в себе что-то открыть. Я так благодарна режиссёрам. Вот меня режиссёр спрашивает. Зоя Михайловна, в одном театре 50 с лишним лет, да что это такое? Вы это всё? А я говорю, вы знаете, я столько замечательных режиссёров встретила на своём творческом пути. Невообразимо. Раньше всегда приглашали режиссёров на постановки, да и сейчас приглашали. Да, до сих пор. Поэтому я нисколько не страдала от нехватки режиссёров. Внимание их. Внимание их. Ну да, наверное, и так. Внимание их. Мне как-то везло. Но по молодости сейчас и нашим девчонкам тоже всем везёт, потому что они молодые. Дай это Бог. Театр всегда должен быть театром молодых. Мы всегда должны себя чувствовать молодыми, чтобы от них не отставать. Я так думаю. Но театр должен быть молодым. Но вы должны быть рядом. Молодых. Понимаете? Рядом, чтобы как-то, с одной стороны, что-то, может быть, Бог даст поддержать или что-то подсказать, а с другой стороны, чтобы чуть-чуть и подпитаться от них, чего-то и у них украсть, чего-то и от них получить. Вот я преподаю. Знаете, как здорово? Я прихожу к этим словам, я себя чувствую их ровесницей. Это так здорово! Более того, я преподаю эту школу, эти все азы вспоминаю, вспоминаю. И я же всё вспоминаю. Я же всё прохожу. С меня издает это вот, как бы, короста этих множества ролей, которых уже заштампованных, казалось бы. И как, понимаете, свежий росток пробивается через эту землю, которую сбрасываешь с себя старую какую-то. Ну, так это же здорово! Ну, вот по поводу режиссёров. С Копыловым вы, Юрием Семёновичем, проработали много лет. Ну, почти три. Двадцать пять. Двадцать пять, да. Двадцать пять лет, да. Да. Вот, а он давал вам творчески подходить к ролям? Или он... Нет, ну, знаете, он творческий диктатор был, но так и должно быть. Он... Понимаете, какая штука? Мало того, что он был талантливый человек и действительно профессионал высочайшего класса, и он от бога, потому что профессионалов много, но вот когда есть искра божья, это немножечко чуть-чуть другое. Поэтому он и стал таким режиссёром, и он держал театр. И театр-то был, мы же говорим, театр Копылова. Это же не просто так, понимаете? И спектакли у него, конечно, были один лучше другого. Тут говорить нечего. Но вот мне повезло. Я не могу сказать, что я была прямо вот его артисткой, прямо на себя роли. Нет, но много ролей я сыграла у него. Он видел меня, он мне помогал. Он меня открывал, он мне давал какие-то роли, которые меня поворачивали по-другому. Он мне давал какой-то... Он разворачивал меня в другой ракурс. Понимаете? Раскрывал. Раскрывал меня. И я так ему за это благодарна. Ведь это очень здорово. Несмотря на то, что он, конечно, был просто диктатор, потому что он был требовательный, конечно. И там ничего, никакой инициативы особой. Он говорил, что мы должны быть готовы. Но мы должны были готовы. Он нам говорил, что должно быть. Как он представляет. Он видел весь театр, а мы только свою роль. Но вот как вот каждый начнёт играть, как он себя представляет. Вы представляете, что будет? Это будет сладжевописец. Вот и всё. Так нельзя. Это будет всё совершенно... Каждый будет своё... Нет-нет, он действительно... Мы все ему доверяли. Хотя он был очень непростой. У него характер был жёсткий. Характер был жёсткий. Но когда мы его потеряли, когда он ушёл, мы поняли, что мы могли его терпеть ещё с жёсткостью. Сколько угодно. Только бы он был. Потому что театр был действительно высочайшего класса. Наш театр... Все говорили, что наравне со столичными театрами он многим давал фору театрам в столице. Это действительно так. И артистов он подбирал. И он с артистами работал. Вот что это он умел работать с артистами. Он добивался. Вот пока он не добьётся от меня то, чего я должна сделать, он с меня, что называется, не слезет. Это всё. И мучительно, и слёзы, и огорчение, и боль. И всё что угодно. Но потом получалась роль. И он говорил, ну, ты слышала эти аплодисменты? Я говорю, да. Ну что он мне говорил, они мои, ты поняла? Я говорю, конечно, Юрий Семёнович. Он вам на юбилею, по-моему, как в 2007 год, да? Подарок сделал шикарный. Роль императрицы. Императрица, да. Это было его, да, это было 15 лет назад. А он тогда, да, он Екатерину Великую, Бернардашов эту пьесу нашёл и говорит, когда ты ещё сыграешь? Давай, лови момент. Давай. И в этом году вам предложили. Вот, и его сын ставит, представляете? И его сын ставит пьесу «Любовь, книга золотая». Это Алексея Толстого пьеса, она, ну, как бы сказать, не совсем про Екатерину, она про любовь. Да, в общем-то, но поскольку мы знаем, что Екатерина сама лицетворением любви была, поэтому и книгу написала, книга золотая, это же книга, которую написала Екатерина, книга-то, и вокруг неё всё это крутится. Она же ещё и пьесы писала, Екатерина же пьесы писала. Конечно, 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 такие водовильчики лёгкие, и всё тоже про любовь, про любовь. Да, у неё несколько пьес, она была такая драматургиня. Ну, роль немножко, наверное, другая. Она абсолютно другая, да, это абсолютно другая, и по характеру, хотя характер, понятно, Екатерининский, вот, ну, другая ситуация просто, другая ситуация, в которую она попала, но любовь к молодым людям, она у неё была с первого до последних дней, она здесь уже мудрее, она уже здесь, она немножко другая. Такая Екатерина ближе к вам? По возрасту. Потому что с годами понимаешь, что надо немножечко пылосмирять, и даже в любви. Хотя я считаю, что любовь – это то чувство, которое вообще же движет жизнью, и всем, всем на свете мы обязаны именно этому чувству. С детства всё начинается, всё закладывается. Вот кто повлиял из ваших родителей, может, бабушек, дедушек, на ваш выбор в дальнейшем, профессию? Ну, я так думаю, что вообще моим воспитанием в основном занималась бабушка. А бабушка, поскольку она была такая, тоже воспитывалась в таких дворянских кругах, у неё воспитание было музыка, литература, танцы, пластика, красота и так далее. Она закончила московский университет и преподавала русскую словесность. Потом в Саратове так сложилась её жизнь, они потом уехали из Москвы, хотя они московские корни. У меня все родственники по линии бабушки, мамы – все москвичи. Вот она видела меня именно так, что я должна танцевать, я должна петь, я должна играть на фортепиано, я должна уметь владеть голосом. Она занималась дикцией, чтобы я говорила. Да-да-да-да-да. Это вам приговорилось. Это да, да-да-да. И как-то вот оно, наверное, само по себе, я ещё не осознавала, всё, лет с пяти, я вот помню, вот это очень было основательно. Так она вот меня как бы к этому всему приучила, пристрастила и так далее. Поэтому я училась в музыкальной школе, я занималась в балетной студии, потом занималась в народном театре, в народном театре, который, кстати сказать, возглавляла Тамара Александровна Подгоевская. Это бабушка Алексея Скалы, нашего протеерея, Царствия Небесного. И поэтому я вот помню его где-то в районе трёх лет, он ползал там по комнате, когда я приходила к ней в гости, потому что им тоже, его воспитанием, в основном, особенно маленького, занималась именно бабушка. А потом, когда я уже стала более-менее взрослой, мы пели и танцевали в её спектаклях, которые она ставила. У нас был такой народный театр во Дворце культуры. И она там вот, я очень хорошо помню «Запорожье за Дунаем», там, кстати сказать, уже позже пел её внук Алексей, он был участником тоже её спектаклей. Но я уже этого не застала, потому что я чуть-чуть постарше, это лет на 15, понимаете. Поэтому я уже была в другом месте, я уже училась в Москве. А он вот как раз выходил на сцену. Об этом я уже узнала из рассказов, потому что этого я не застала. А вот с ней мы были очень близки, дружны. Она удивительная женщина. Вот она, наверное, как-то и открыла для меня театр. Театр украинский, на украинском языке был, это всё было на украинском языке, да. А вы же в Москве жили? Нет, нет, нет. Я, эта бабушка у меня родилась и жила в Москве. А вы жили где? А я жила в городе Самбаре, Львовской области, западная Украина, почти Польша, скажем так. Вот там я родилась, там же, только на границе. Папа у меня пограничник был, он войну там закончил, и мы там остались. Мы остались все там, потому что уже, когда мы демобилизовали, сталинское вот было, это сокращение, в 1953-м год, перед смертью Сталина он в 1953-м умер. Ну вот, это вот как раз вот. И папу перевели в Самбар, вот он уехал с границы, этот город рядышком, 60 километров от Львова, прелестный город, прелестный. Вот у меня прямо чудные воспоминания детства. Какие люди были хорошие, какие добрые. Ну, жили мы в съемном домике в каком-то. В общем, все это было ничего, пока нам все это дали потом, нормальную квартиру и так далее. Но дело не в этом. Дело в том, что, несмотря на это, меня везде успели, как говорится, пристроить. И в музыкальную школу, и в балетную студию. Как вы успевали? Я успевала все. Я была очень активная, но по сей день, по-моему, я это сохранила, свой актив. И никак не могла поверить, что во мне уже не 7, не 5, а вместе. Вот, поэтому, да, я успевала, я успевала. Я училась хорошо. Я как-то, я вообще любила учиться, мне нравилось это все. Я всем занималась с удовольствием. Такого, чтобы драматического, кружка там или что-то, студии какой-то, у нас в городе не было. И я как-то этим не занималась так непосредственно. Но вот был такой театр во Львове, который назывался Прикарпатского военного округа. Прикво. Военный. На русском языке. Это русский театр во Львове. Там украинские все театры были. А этот был русский. Единственный. И вот он обслуживал воинские части и города, где воинские части. А город Самбор, там воинские части стояли как раз, военные. Вот. И он приезжал раз в неделю, они давали спектакли. Раз в неделю. Они давали спектакли. И у меня родители, они были жуткие театралы. Просто жуткие. У мамы с папой были свои места. Им там уже сразу оставляли. Они знали, что что. Они мне даже не звонили. Они сразу оставляли места и только сообщали, когда будет спектакль. Они покупали. Вот так вот я начала ходить, 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 ходить. Потом ездили во Львов, тоже ездили во Львов. Я и украинские театры смотрела с удовольствием. Оперный театр был потрясающий. Какая там труппа была. Великолепно. Это вот поспорить с Одесским. Одесский был театр тогда вот на Украине. Но я не считаю Киев там. А второй был, конечно, или там они, скажем так, они были равнозначные, наверное, львовский и одесский. Но это было. Ну, мне повезло. Я вот росла вот в каком-то таком вот культурном пространстве. Фильмы вот тоже смотрели постоянно, в кино. Но я всё-таки как бы связывала свою судьбу с кино. Я хотела поступить в кино. Всё-таки актриса. Конечно, актриса – это только кино. Но написала гик. И поэтому мне прислали из ГИТИСа, потому что, наверное, ГИТИС не дописали, а там в гик должно было быть. Ну, прислали, в общем, передали это письмо на деревню дедушки, передали в ГИТИС. И мне прислали проспект, как готовиться, в смысле, что басня, там, стихотворение, проза и так далее. Какие экзамены сдавать на проспекту от поступления. Ну, я всё приготовила и поехала. Адрес есть, всё есть. И поступили. И поступила. Конечно, я не могла представить, что там может быть много этих заведений театральных и что-чего. А вы до этого не были там? В Москве? Да. Нет. Я была, но я была, как сказать, девочкой. Вот что, я была, когда мне было 5 лет, я Сталина живого видела. Но у меня дедушка... Да, да, да. Ну, дедушка, не совсем мой дедушка, он там брат моей бабушки, он взял меня на плечи, и мы шли на... 7 ноября было, я с красным флажком. Всё это уже потом, я знала, что это было 7 ноября, мне сказали, ну, я просто помню, что я в красном пальчишке была, с красным флажком и сидела на плечах. И у дедушки Миши, я говорю, что это было? А мне сказали, и Сталина видела на мавзолее. 5 лет. Папа учился в академии. Его послали в академию учиться. После войны он ещё закончил академию. Почему его потом и сделали секретарём горкома и так далее. Вот он... Мы там жили год в Москве. С 5 до 6 я жила в Бабушкино там. Вот такой случай. Мы жили в Бабушкино. И мы шли с бабушкой моей, вот которой мной занималась, её звали тоже Зоя. Потому что меня в честь неё назвали. И мы шли с ней по улице. А там не улица, вернее, а там дорога. Лес, 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 лес везде. Бабушкино сейчас это вообще Москва. А тогда это Подмосковье было. И там лес, 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 лес. И идёт дорога. И там дачи, 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 дачи были, видимо. И всё. И там где-то папина общежитие было. Мы там тоже жили в каком-то общежитии. И мы с ней шли по дороге и гуляли. Или что. И я что-то где-то увидела на той стороне дороги. Я выскочила, побежала. Бросила её, побежала. Бабушка за мной. Я от бабушки на другую сторону дороги. Вот и вдруг машина чёрная. Вот как сейчас помню чёрная. Большая чёрная машина. Какой, как, что она себе представляла. Не знаю, но большая чёрная. Так вот остановилась. И вышел человек. Помню, он был в такой шапке, серая такая, типа кубанки. Какая-то вот такая серая шапка, военная какая-то форма у него была. Шинель какая-то. Вот эта шапка. Он вышел и сказал фразу. Вот сейчас... Вот в сердце же у меня в пять лет запомнилось. Нельзя бросаться из стороны в сторону. Прямо какое-то вот это. И всё. А потом бабушка говорит, боже мой, это же Будённый. Вот это я уже от бабушки знаю. Кто был однокурсниками? Очень симпатичный курс у нас был. У нас, знаете, как интересно было? У нас был курс 24 человека. У нас было 8 девушек на курсе. И 16 мальчиков. У нас самые красивые девочки на курсе считались. Да, да, да. Самая некрасивая была я. Представляете, какие красивые были? Если я была самая некрасивая, какие же там были красивые? Нет, я, конечно, нет. Нет, это как бы шутка. Шутка правда. Действительно были. Вот, например, Нелли Пшонная. Стройна, высока, красива. Волосы, глаза, лицо. Это что-то необыкновенное было. Вот мы дружили, до сих пор дружим. Она сейчас заслуженная артистка. Она работает в Моссовете с первого дня. Мы закончили ее, сразу взяли в театр Моссовета. А туда ведь некрасивых и неталантливых не берут, понимаете? Такая девочка. И она сейчас, слава богу, до сих пор работает. До сих пор работает, играет. Я видела ее в прошлом году на сцене. Она танцует, поет. Это же просто потрясающе. Когда они работают, я летом приезжаю, в отпуск мы всегда встречаемся. Зимой приезжаю, тоже можем встретиться. Или я в театр сбегаю к кому-нибудь из них. Еще Света Головина, допустим, тоже. Марина Влади, одно лицо. Вот она была в юности такая. Волосы. У нее эта самая коса была, что называется, до колена. Ну, не так не скажешь, но вот почти-почти. Такая огромная косища. Волосы вьющиеся. Глазища огромная. И у нее такой круглый немножечко овал лица. И она... Ну, вот я говорю, вот Марина Влади. Вот она такой вот. Ну, прямо и цвет волос и все. И мы еще говорили, вот надо же, вот Марина Влади. Сейчас тоже работает она. У нее интересная судьба. Когда мы заканчивали институт, мы же все мечтали, кто куда, чего, как. Она говорит, буду работать только у Товстоногова, только в Питере. Тогда это был Ленинград. Только в Ленинграде, только у Товстоногова и так далее. Ну, вся на дне немножечко... Она способная девочка была и даже очень способная, потому что сейчас народная артистка работает в Московском театре. Ермолова и до сих пор играет, и играет центральные роли в хорошей форме. Она молодец. Меньше стала похожа на Марину Влади, но она все равно очаровательна. Почему вы не остались в Москве? Ну, так, судьба распорядилась. Ну, а хотели? Конечно, а кто не хочет? Дело в том, что я вышла замуж довольно рано. Я на третьем курсе вышла замуж. И когда мы оканчивали институт, моего супруга, Костя Юченкова, брал в театр Львов Анохин. Театр Станиславского, по-моему, это был театр Станиславского. И он его брал в театр. Но он говорил, что беру тебя, жену не могу взять. Но жену брал другой режиссер, Дунаев, который был главным режиссером театра на Малой Брунной. Значит, я была бы на Малой Брунной, он был бы в театре Станиславского у Льва Анохина. Почему бы не? Понимаете? И не случилось. Льва Анохина, он ушел из театра. И все. И там вопрос уже был, понятно, человек брал себе, и понятно, с одной стороны. С Дунаевым произошла тоже какая-то история. Он мне сказал, вначале да-да-да-да-да-да-да, уже как будто бы да-да-да. Но потом не случилось. Но почему еще у нас не случилось остаться в Москве? Потому что в тот момент в столице не прописывали. Прописка была не разрешена. То есть прописывали только, если человек работает. А на работу не брали, если человек не прописан в Москве. Ох, как интересно. Это был парадокс. Это был парадокс. Надо было иметь московскую прописку, и тогда, может быть, не только эти театры можно было в какой-то другой еще театр показаться. Потому что мы показывались в театре. Но вот мы показывались, но нас, к сожалению, кого-то брали, кого-то не брали. Москвичи в основном пристраивались. Но ни Пшенная, ни Головина, они не москвичи. Одна из Ставрополя, другая из Таллина, из Эстонии. Но их взял режиссер. То есть брал Завадский и брал там Товстоногов. Ну, Товстоногов тоже там питерцев. В Питере там, может, по-другому чуть-чуть было. А что касается Москвы, у нас никто из иногородних в Москве устроиться не сумел. Что делали? Выходили замуж за москвичей. Московская прописка. Парни все женились на москвичках. И многие даже не стали актерами театров, но они остались москвичами. А мы вот у нас так. Но нам повезло, я считаю, потому что нас пригласил замечательный режиссер Гулианский театр, тогда Вера Андреевна Ефремовна, она приехала сюда, она видела нас в спектакле, она была заинтересована в нас, и она взяла. И вот я всем лучшим, что во мне есть, как у актрисы, я благодарна именно ей. Она меня учила, воспитывала, вела по сцене за ручку, что называется. Я сыграла при ней за первые пять лет такие роли, которые люди не сыграют за всю свою жизнь, молодая актриса. Конечно. Я бы только назову три. Я сыграла униженно-оскорбленная Наташу. Я сыграла «Бешеные деньги» Лидии Чаваксарова. Я сыграла «Маскарад» Нину и «Баронессу Штраль». У меня две роли были там, то есть там в очередь одна и другая. Шикарно. Это я вот только вот так вот, не считая еще и много-много других и современных. А первая какая была? Первая у меня была «Зваржат». «Маскарим в ноч лунного затмения». Девочка. Девочка-припевочка, да, башкирский. Это замечательный совершенно драматург. «Маскарим». Он написал эту пьесу, и мы вот ее играли. Я играла эту девочку первый раз, и у меня ножки такие слеются, ручки стучали. Пел мне мой, влюбленный в меня, Акьегет, его звали, мальчик, он пел «Щечка правая твоя, щечка левая твоя», что-то там такое. А я в это время делала так, коленочками. Шлеп, 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 шлеп. Аплодисменты. Представляете, как мне дрожали ноги. Вот видите, что смешно. Вспомнить нужно все. Но, во всяком случае, ничего. Справилась как-то. Конечно, это все было робко. Конечно, я вообще такой человек. Здесь в театре вырос и ваш сын, Денис. Да. И стал актером. Да. И сейчас он блистает на московских подмозгах. Ну, он блистает, наверное. Но он нормально работает, скажем так. Нет, нет. Он не довольна, что он выбрал театр. Я довольна, что он выбрал театр. Да. Ну, как сказать. Ему деваться некуда было, да? Ну, да. Он-то сам так говорил, что ему деваться некуда было. Потому что он действительно с трех месяцев по театральным гастролям. Три месяца ему было. Первый раз мы поехали. А потом полгода, а потом это и так далее, и так далее. То есть мы все время были с ним в театре вместе. Он вырос действительно в театре. Хотя дедушка и бабушка, они же тоже работали вначале в театре. Бабушка ушла потом из театра, потому что вот как бы стала помогать. Она поняла, что это... С внуком с вами. Да, да, да. Было сложновато немножечко. Вот. И я благодарна очень им, потому что вот то, что я... Чего я достигла в театре, это, конечно, тоже благодарение, потому что они мне очень помогали. И чисто профессионально какие-то вещи. И, конечно, с сыном это великая вещь. Потому что я счастливая. Вы не представляете, я счастливая. Потому что говорят, вот одни в театре работают, они не надо... Нельзя иметь детей, не надо иметь семью, там еще чего-то. Надо отдавать себе театру. А я вот как-то и театру себя могла отдать. И отдаю, слава тебе, Господи. И ребенок у меня был. Семья у меня была. Все у меня было. Понимаете? Я вот умудрилась это все как-то. И благодаря дедушке с бабушкой. Конечно, вот я имею в виду Глеба Ивановича и Ирины Константин. Вот. Он, ну что, работает сейчас, слава Богу, вот ему... Недавно я была на его юбилее, ему исполнилось 50 лет. В прошлом году свадьба с внука. Такой счастливый год. Да, был год счастливый. Да, надеюсь, будет и этот счастливым. Хотя вот все сложно в мире. Но очень хочется, чтобы было все хорошо. Спасибо, Зоя Михайловна. Да. Желаем вам крепкого здоровья, прежде всего. Конечно, побольше ролей. Хочется вас видеть на сцене чаще и чаще. Спасибо. Как мне-то хочется видеть себя на сцене чаще. Спасибо.